Власти Индонезии готовятся к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Но прежде они хотят убедиться в том, что вакцина будет халяльной и отвечающей всем требованиям ислама. В частности, от поспешности в этом деле предостерег президент Индонезии Джоко Видодо. Не спешите с этой вакциной, потому что ее применение может быть неоднозначно воспринято обществом. Чтобы не было какого-либо недопонимания, нужно оповестить общественность и сделать особенный упор на том, насколько эта вакцина халяльная, какова ее цена и качество. Ранее вице-президент Индонезии Мааруф Амин также заявил, что вакцины, которые планируются использовать в стране, должны заблаговременно пройти сертификацию на предмет их халяльности. Вместе с тем, по мнению Амина, который одновременно является главой Совета Улемов Индонезии, в чрезвычайной ситуации можно использовать и не халяльную вакцину. С учетом количества погибших, вакцина против COVID-19, которую в настоящее время готовит правительство Индонезии, не обязательно должна быть халяльной. Если вакцина халяльная, хорошо, нет проблем. Но если она не халяльная, это тоже не проблема, поскольку в чрезвычайной ситуации можно использовать и не халяльную вакцину. Руководство Индонезии много критиковали за недостаточную борьбу с пандемией COVID-19. После этого власти страны сосредоточили усилия на закупках вакцин от коронавирусной инфекции, несмотря на то, что они все еще проходят тестирование и остаются экспериментальными. В частности, Индонезия подписала соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о поставке в страну 100 миллионов вакцин в следующем году. Кроме того, уже к концу года планируется закупить 18 миллионов доз у трех китайских фирм, чьи вакцины также пока проходят клинические испытания. Наконец, разработкой вакцины занимается одна из индонезийских компаний. Она рассчитывает в партнерстве с китайской фирмой Sinovac произвести 40 миллионов доз к марту 2021 года. Правительство Индонезии не случайно уделяет столько внимания вопросу халяльности вакцин от коронавируса. В 2018 году в стране оказалось частично сорванные кампании вакцинирования против бушевавшей в стране эпидемии корей и краснухи. Причиной стала фетва Совета улемов Индонезии, который разрешил из-за чрезвычайности ситуации использовать индийскую вакцину, несмотря на то, что она содержит свиные компоненты. Однако миллионы людей по всей стране тогда все же решили отказаться от вакцинирования. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам ньюссобачкаолив.тв